Значит, сегодня я поставил маршрут вот такой, какой мы наблюдали с вами в прямом эфире. Я говорил о том, что я старался воспользоваться по максимуму площадью манежа, потому что манеж очень большой, удобный. И поставил я дистанции разные для того, чтобы всадники имели возможность потренироваться и в четырехголопных связках, в пяти, шести и семиголопных. Поэтому у них была сегодня такая возможность. Значит, что еще? Постарался, чтобы маршрут был распределен, то есть не стояли барьеры в одной куче, ну, как это часто бывает. Поэтому считаю, что маршрут удался. Никаких сложных или подводных дистанциях я, конечно же, не ставил, потому что это у нас тренировка в первую очередь. И наша задача, чтобы лошади чувствовали себя в тонусе, хорошо по дистанциям двигались, удобно, ровно. Поэтому никаких подводных камней, так назовем их, я не ставил. Хочу сказать, что сегодня всадники выступали. Вот так вот, оговорка по Фрейду, может быть, скоро начнем выступать. В общем, сегодня прыгали всадники, не допуская каких-то грубых ошибок. Но единственное, наверное, что можно отметить, это с третьего на четвертого препятствия, вход в систему. Если всадник очень активно прыгал третье препятствие, не успевал лошадь вернуть в пятиголопной связке назад, то получался пятый голоп короткий, и случались либо повалы, либо, как у Виталия, случился обнос обидный. Но в целом это же тренировка, и у всадников есть возможность повторить и исправить свои ошибки. И поэтому много всадников, которые со второго раза все очень хорошо исполнили. Исполнили.